Так, давайте я вас сейчас научу, как сделать хорошее сливочное масло в домашних условиях. Мы делаем очень просто. Берем у молочницы трехлитровую банку молока, ну обычно полную, и даем отстояться, ну примерно полдня или чуть больше. И на нем у нас образуется вот так примерно столько сметаны. Сливок, сливок образуется столько. Мы эти сливки собираем, в холодильник собираем, и потом из них делается масло. То есть берется вот обычный вот такой взбиватель, который обычно покупают, когда дети есть дома, такой комбанчик, и накладывается внутрь с ножами, вот ножи такие, с ножами, вот ножи вот такие. Накладывается сметана или сливки, как у вас получится. Конечно, если вы берете на рынке или у молочницы, вам это точно удастся. Я не знаю, какая сметана продается в магазинах, пригодна ли она для того, чтобы из нее делать масло, но попробовать можно, она все равно останется той же самой сметаной, которую вы все равно будете потом кушать. Вот берете эти сливки, эту сметану, накладываете неполный контейнер, потому что вы после увидите, что получится, если он полный. Ну вот так я половинку, даже чуть меньше половинки накладываю. И просто закрываете, и просто включаете, и просто включаете не на самую быструю, а вот на скорость, а которая посерединке. Включаете, ну и вы увидите минут на 10, за 10 минут у вас будет масло. А теперь все, уже внутри летает, видите, пожелтела, масса. Уже находится масло, осталось немножечко, ему только покрутиться, дать покрутиться, и мы будем его вынимать. Видите, почему я жидкость только наполовину наливал? Как она высоко поднимается, потому что масло все по стенкам, а жидкость становится легкой и очень высоко поднимается. Далее ей минуты две покрутиться, ну и все, масло готово. Ну вот, и в заключение у нас вот такое масло, разделено с очагом, с водой. Мы после этого воду очень хорошо используем, на ней печем хлеб. Удивительный хлеб получается. Ну и вот сливаем в такую гладкую друшлат, которому ничего не пристает. Если в марлю слить, или какой-то друшлат такой из проволочек, то после очень долго очищать. А так все хорошо и быстро. Вот, масло у нас готово. Вот и все. Так быстро. Voilà. 刮шка. Продолжение следует...